— Набираю номер телефона отеля, где мой муж забронировал комнату. Муж всегда уходит в один и тот же отель. — Что? Вы говорите, он сдал номер пять минут тому назад? Комендант, снявший трубку гостиничного телефона, отвечает на мой вопрос с сухим и коротким «да». — Вот как. Тогда прошу меня извинить за беспокойство. С Новым годом. — С Новым годом, — раздался в трубке сухой и как будто безразличный голос коменданта, сменившийся пронзительными, короткими, бездушными гудками. Кладу трубку на место. Часы показывают двадцать минут двенадцатого. Значит, если верить словам коменданта, он вышел из отеля в четверть двенадцатого. — Он придет. Теперь я уверена, он придет. Облегченно вздыхаю. Опускаюсь в мягкое кресло. — Постой, я совсем забыла. Яблочный пирог. Вскакиваю с кресла опрометью, несусь в кухню, открываю духовку. К счастью, пирог не сгорел. Я подоспела вовремя. Возвращаюсь в гостиную, где накрыт стол на двоих. Надо накрыть чем-нибудь блюдо. Остывшие блины будут невкусными или спрятать уже все в холодильник. Снова сажусь в кресло. Незаметно для себя самой погружаюсь в воспоминания. Медовый месяц. Счастливейшее время для любой пары молодоженов. Он тогда отправился со мной в кругосветное свадебное путешествие. Тогда мы были мужчиной и женщиной, а не писателем и его бесплатным переводчиком. В каждом городе, в каждом отеле по ночам он был со мной как с женщиной. Со мной, а не со своими книгами. Каждый раз мы заново познавали радости, тучки и дождя, как говорят в Китае. Боже мой! Я, наверное, сошла с ума, если ревную мужа к его книгам. Свадебное путешествие длилось около полугода. По возвращении домой все как-то незаметно для меня изменилось. Мы все реже проводили время вместе в нашей спальне. И все чаще в его кабинете, где я под его руководством переводила написанные им книги на французский, которым он не владел. Я тосковала по его телу, по его прикосновениям. Я и теперь тоскую поблизости с ним. Из-за этого у нас нет детей. Видимо, он всерьез считает свои книги нашими детьми. Половина двенадцатого. Он все еще не пришел, но скоро, по моим подсчетам, должен прийти. Как мучительно ожидание. Кажется, что время замедлило свой ход настолько, что одна минута становится равна целому часу. А не перечитать ли мне мой дневник сновидений, чтобы скоротать время? Я начала вести его незадолго до замужества. Вот запись, сделанная десять лет назад. Я уже была тогда замужем. Мне снился мой муж. Двадцать девятое января тысяча девятьсот. Неужели это действительно был только сон? Вчера вечером, когда муж ушел работать, я предалась в который раз воспоминаниям о Медовом месяце. Мне так захотелось, чтобы муж сейчас был со мной. Видимо, желание мое было столь сильным, что не приминуло исполниться во сне.